В эфире выпуск новостей в студии Наталья Астафеева. Здравствуйте. В центре Одессы полицейские оцепили жилой дом. Неизвестный сообщил, что здание заминировано. Сообщение о том, что в жилом доме на Большой Арнаутской заложено взрывное устройство, поступило около 15 часов. На место прибыли взрывотехники, кинологи, медики. Жильцов из восьмиэтажного здания эвакуировали. Несколько часов специалисты проверяли многоэтажку и прилегающую территорию. В итоге опасных предметов не нашли. Правоохранители устанавливают личность очередного телефонного хулигана и напоминают, что за ложный вызов предусмотрена уголовная ответственность. До шести лет лишения свободы. Около двух часов дня произошел разрыв газопровода на пересечении улиц Долга и Иосифа Тимченко. Но жители района без газа не остались. Его подача производилась в аварийном режиме со слабым напором. На место аварии прибыли сотрудники аварийной газовой службы. В течение двух часов они ликвидировали повреждения и восстановили подачу газа. На время проведения ремонтных работ полиция перекрыла ближайшие улицы. По некоторым данным, разрыв газопровода произошел во время проведения строительных работ. В последние месяцы стоимость бензина изжиженного газа несколько снизилась, что не может не радовать автомобилистов. Что будет дальше с ценами на топливо, далее прогноз эксперта. Существенно подешевел сжиженный газ. Однако, по мнению специалиста, объясняется это исключительно сезонными причинами. В последние недели автомобилисты могли заметить достаточно серьезное снижение цен на сжиженный нефтяной газ, который сейчас является одним из самых популярных видов моторного топлива. За последний месяц это снижение составило порядка 16-18 процентов в зависимости от сети, то есть порядка 2 гривен на литре. Естественно, что это очень приятное известие для автомобилистов. К сожалению, оно пока что вызвано исключительно сезонными причинами, поскольку традиционно в зимние месяцы спрос на сжиженный нефтяной газ ниже, так как он считается летним топливом. Поэтому для того, чтобы каким-то образом стимулировать спрос в межсезонье, естественно, трейдеры сделали все для того, чтобы вернуть автомобилистов на заправки, которые предлагают ПБА. В ближайшее время, по словам Геннадия Рябцева, ситуация в этом сегменте рынка не изменится. Цена сжиженного газа на уровне 10 гривен 50 копеек, 10 гривен 70 копеек за литр сохранится и в ближайшие месяцы. Что касается бензина и дизельного топлива, то здесь мы видим не столько снижение цен на стеллах, сколько увеличение скидок, которые предоставляются клиентам, которые постоянно заправляются на тех или иных заправках, в тех или иных сетях. То есть здесь по полной работают всевозможные программы лояльности. И в некоторых сетях скидки эти или так называемые бонусовые баллы, они достигают трех, а то и больше гривен на литре. Цены на бензин в ближайшие месяцы расти не будут, прогнозирует эксперт. Но не исключена вероятность подорожания дистоплива. На оптовом рынке оно немного подорожало, но, надеюсь, это никаким образом не отразится на общем поведении цен на заправках. По-прежнему мы видим где-то в районе 28-70 в среднем цены на высокооктановый бензин и где-то на примерно том же уровне, может чуть-чуть ниже, цены на дизельное топливо. Пока предпосылок для роста цены на бензин и дистоплива нет, констатирует эксперт. И укрепление гривны, и снижение цен на нефтепродукты на границе, вызванное в частности снижением нефтяных котировок до уровня 61-62 долларов за баррель, оно, безусловно, способствует тому, что на рынке закрепляются как раз нисходящие тренды, то есть снижение цен. Опять же, если следить за теми прогнозами, которые дают специалисты банковского сектора, в частности, Наблюдательный совет Национального банка Украины, то следует ожидать, что нынешний курс гривны сохранится по меньшей мере на месяц, а то и два. На бензиновом рынке зависимость от курса нацвалюты составляет порядка 70%. Поэтому, чем стабильнее будет гривна, тем дольше сохранится сегодняшняя цена на бензин и дистоплива, считает Геннадий Рябцев. 12 февраля президент Украины прибыл в Одесскую область с рабочим визитом. Петр Порошенко принял участие в открытии объездной трассы вокруг Рени и объявил о завершении основных работ по ремонту дороги Одесса-Рени. В рамках визита в область запланировано и проведение расширенного совещания по вопросам развития морехозяйственного комплекса. Детальные о рабочей поездке главы государства в итоговом выпуске о главном с Еленой Острахович. В Одессе за получение взятки задержан сотрудник полиции. Оперуполномоченный Киевского района требовал 300 долларов у подозреваемого за то, чтобы не проводить следственные действия по установлению его причастности к краже, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона. Офицера задержали на горячем. У него обнаружили полученные долларовые купюры, а также множество банковских карт. Как выяснилось, полицейский создавал искусственные ситуации, при которых требовал от граждан деньги за непривлечение к ответственности за якобы причастность к совершенным правонарушениям. Стоимость услуг злоумышленника составляла от 1000 долларов. В случае неуплаты полицейский угрожал уголовным преследованием. Открыто уголовное производство. Задержанному сообщено о подозрении. За получение неправомерной выгоды ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. За хранение оружия и наркотиков задержан житель Южного. В его гараже обнаружили гранаты, мины, электродетонатор, порох и ножи. Кроме того, в ходе обыска правоохранители обнаружили вещество растительного происхождения, похожее на марихуану. От каких-либо объяснений о происхождении запрещенных предметов и цели их хранения мужчина отказался. Открыто уголовное производство. Изъятое направлено на экспертизу. Афганистан болит в моей душе. Эту фразу из популярной когда-то песни помнят далеко не все. Но для тех, кто прошел Афганистан, она наверняка актуальна всегда, даже по прошествии 30 лет после вывода советских войск из этой страны. В преддверии памятной даты одесские ветераны собрались на мемориале 411 батареи. Возле памятника воинам-афганцам представители организации Союза ветеранов Киевского района провели субботники и почтили память тех, кто погиб в этой страшной войне. Для тех, кто в этот день пришел к памятнику, проведение таких субботников стало уже традицией. Ветераны Афганистана, родственники погибших приходят сюда не один раз в год. Приводят в порядок территорию, общаются, вспоминают афганские будни и, конечно, друзей, которые не вернулись с той войны. Мы собрались здесь на субботники, чтобы почтить память ушедших ребят. Убираем постоянную территорию. Здесь высажена аллея. 400, кажется, дубов, которые молодых деревьев мы сажали. Это в честь погибших в Киевском районе ребят. Для ветеранов Афганистана годы службы – не просто определенная часть жизни. Война вошла в них и навсегда осталась в сердцах и в памяти. Афганистан – это проверка, это экзамен, это память, это боль. Если из боевых таких вот событий, то после ночной атаки на нашу позицию прилетел снаряд от РПГ. То есть были контуженные. Ночью никто не покинул позицию, сражались до последнего. Утром, когда бой утих, утром пришел командир и спросил. В принципе, все были сильно контужены, слабо контужены, контузия накрыла всех. Он спросил, у кого есть желание полететь в госпиталь? Ни один не улетел. Все остались до конца операции. Афганистан – это целая жизнь, которую мы живем все эти годы. Ну а говорить о самом запоминающемся, там все запоминается. Ну что сказать о том, что когда пришлось вырвать кольцо из гранаты и готовиться подорвать себя, чтобы не попасть в плен, сказать, что это самое запоминающееся. Конечно, оно запомнилось. А так это целая жизнь, это ребята, это чьи-то гибели, это взаимопомощь, это и обыкновенные человеческие ссоры, это жаркий климат, духовка, это морозы зимой, это тяжелое восхождение в горы, это быт наш там военный. Ветераны Афганистана рассказывают, война изменила их жизнь, их отношение к действительности закалило характер. Каждый день жизни в Афганистане, пребывание там, как на зимних квартирах или на пункте поставленной дислокации, либо при выполнении боевых задач. Каждый оставляет свой печаток в памяти моей. Психология изменилась полностью. Понятие о воинской службе, о долге совершенно по-другому. После Афганистана я начал вести себя совершенно по-другому, воспринимать воинскую службу по-другому, исходя из того опыта, который был предупреден там. Кому, как не им, ветеранов Афганистана, каждый день встречавшихся со смертью в то время, когда родная страна жила мирной жизнью, не знать, как дорог и хрупок мир и как его надо ценить. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Я думаю, что наша задача донести, скажем, до людей такую информацию. Но вот политики, например, они думают территориями, понятиями территории и о территориях. Надо думать, наверное, о людях, о живых, о тех, кто там сражается сейчас, кто тогда сражался, кто сейчас сражается. Всё-таки сохранить мир и сохранить его для будущих поколений, для наших детей, для наших внуков. Сегодня представители Союза ветеранов Киевского района проводят просветительскую работу среди молодёжи. Силами воинов-афганцев на 411 батареи оборудована полоса препятствий, где проводятся различные соревнования и спортивные сборы. Полоса создана для всех, чтобы дети могли действительно там развиваться, заниматься. Ну и за это время проведено большое количество сборов, мероприятий, парашюты, скалодромы, лодки, акваланги. То есть всё, что только можно придумать. Там какие-то зорницы, весёлые старты, в том числе в сотрудничестве с воскресной школой Георгиевского храма. За 10 лет в той войне погибло около 3000 украинцев. И ветераны уверены, нельзя забывать ни об одном из тех ребят, кто не вернулся из боя. А из уроков истории надо делать выводы, чтобы матери не теряли своих детей на войне. Это была чужая война в чужой стране, которая давно стала историей другого государства. Но гибли в ней, получали физические и психологические травмы и наши, украинские парни, для которых Афганистан стал частью жизни. И хотя время, как известно, лечит, рано и вспоминать афганскую войну больно, одним не дают забыть её старые раны, другим – память о погибших товарищах. В преддверии 15 февраля, который сейчас называется Днём честования участников боевых действий на территории других государств, мы попросили поделиться воспоминаниями ветерана Афганистана Игоря Шишеменко, заместителя начальника управления полиции и охраны в Одесской области. Вот самые высокие горы – это вот здесь, между Файзабадом и Харугом, но вот этой горе – это наше ущелье Балакуфавское, это весь Афганистан. Игорю Шишеменко было всего 19 лет, когда он был направлен в Афганистан в составе мотоманевренной группы по гранвойск СССР, причём отправился он по собственному желанию. Я закончил сначала сержанскую школу в Советском Союзе, потом полгода служил в мотоманевренной группе, которая дислоцировалась в Средней Азии, после этого добровольно, только добровольно, это формировались туда вылеты. Большинство наших ребят скрывали, что они находятся на той территории, потому что у нас адрес был Советского Союза. Вряд ли тогда молодые добровольцы осознавали, на что идут, говорит полковник полиции. Это осознаёшь, когда тебе сейчас 53, а тогда это романтика. Слово патриотизм, оно быстро пропадает на чужой территории, когда ты видишь вот эту грязь, эти кишлаки. Я был там, где нету дорог, где только вертолёты пешком, где летоисчисление 1363 год ихние. Очаг этот, и дым по-чёрному выходит, ну выше двери вот это. Этот запах бараньего сала с дымом я до сих пор помню. И функции пограничных войск, которые находились в Афганистане, конечно же, отличались от нынешних, говорит Игорь Шишеменко. Пограничники воевали в глубине территории Афганистана. Зачищали кишлаки, ловили бандформирование, перехватывали караваны. Постоянные были боестолкновения. Тогда слово, когда я служил, только появилось слово душмана, и нас называли раньше вообще-то басмачи. Дни, проведённые на войне, забыть невозможно. Ветеран Афганистана Игорь Шишеменко хранит в памяти множество разных историй. Среди них и такая. Группа выходила на перехват каравана и опоздала. Басмачи оказались раньше на перевале, а кто выше, тот всегда прав, сверху, то легче. И получилось обое столкновение. Группа наша залегла, сопровождающие афганские подразделения, как всегда, убежало. Те, у кого были каски, им повезло, не окопались, остальные лежали и молились. Надо было отступать, но без помощи не обойтись, и она появилась неожиданно, рассказывает командир штурмовой группы. И тут, откуда ни возьмись, поливились два вертолёта огневой поддержки, Ми-24 так называемые. На родине они назывались крокодилы, длинные такие. Они пролетели там группой, все увидели вертолёт и обрадовались. Они заходят, как положено, с тыла и промахиваются, бьют не по душманам, бьют по нашим. Лётчики сделали несколько заходов и каждый раз били мимо указанных ориентиров. К счастью, все наши бойцы остались живы, говорит Игорь Шишеменко, который за весь период службы в Аванинстане, ни разу не был ранен. Не раненый, не контуженный, ничего. В рубашке? Нет, в ушлате. В бронежилете. Почему у нас, может быть, и не было таких больших потерь, потому что у нас было, вот это, я сказал, что минимум 70% отслуживших год в Союзе, уже люди понимали, что это такое. Ветераны Афганистана и сегодня встречаются при любой возможности, хотя в силу разных обстоятельств это удаётся нечасто. Но нередко общаются и по скайпу, иногда ночи напролёт, вызывая удивление тех, кто не может по-настоящему понять значение слов «боевое братство». О чём можно было? Всю ночь разговаривать. По компьютеру с кем-то вы связываетесь. Говорю, понимаешь, мы с парнем один год и один месяц в одном спальном мешке спали, один кусок хлеба ели, ну консервы ели вот это на двоих. И у нас очень много воспоминаний. Война в Афганистане перевернула жизнь сотен тысяч семей. Мальчишки, мечтавшие о романтических свиданиях и дискотехах, уходили на войну в чужую страну, где для них начиналась школа жизни, в которой чёрный тюльпан был отнюдь не цветком, а от слов «груз-200» прошибал озноб. И сегодня, в преддверии 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, воспоминания о той войне всплывают в памяти с новой остротой, а сны у многих афганцев наполняются звуками взрывов и лицами боевых товарищей. В Измаиле давний конфликт двух местных жителей завершился убийством. 46-летний мужчина получил смертельные ножевые ранения в спину и шею, когда пришёл к знакомому выяснять отношения. Житель Измаила позвал друга и отправился к знакомому, с которым у него был конфликт. Хозяин дома гостям не обрадовался, а наоборот схватился за нож. Одного из нежданных визитёров он убил, второй успел убежать, но решил отомстить за товарища. В своём автомобиле он взял топор, нож и пистолет. Жена хозяина дома вызвала полицию, и подозреваемый в убийстве, и неудавшийся мститель задержаны. На улице Дальницкой столкнулись две легковушки. Люди не пострадали. Один из участников аварии – автомобиль «Форд» – остановился прямо на трамвайных путях. Из-за этого движение трамвая в сторону заставы 2 оказалось заблокированным, сообщили в пресс-службе патрульной полиции. Кто из водителей нарушил правила, выяснят следователи. Стрельба в Суворовском районе пострадал местный житель. 28-летнего одессита ранил один из посетителей бара на улице Семёна Полия, которому показалось, что парень слишком грубо разговаривал с его знакомым. Он достал пистолет и выстрелил в человека, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Спустя сутки правоохранителям удалось установить личность стрелка и задержать его. У подозреваемого изъяли и направили на экспертизу пистолет. Открыто уголовное производство. Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Нынешний год для Одессы юбилейный. Город отметит 225-летие со дня основания, 75 лет со дня освобождения от фашистов и еще ряд знаменательных дат. О предстоящих фестивалях, праздниках и форумах рассказали в ходе пресс-конференции. В этом году у нас в апреле месяце, в начале апреля пройдет опять крупнейшая, уже четвертая международная туристическая неделя, в рамках которой будет огромное количество международных спикеров. К нам опять приедет вся Украина. Будет очень большое количество гостей. И посвящена эта туристическая неделя будет вопросом трансграничного сотрудничества, интеркультурности Одессы и развития, взаимопонимания других стран через культуру. Вот это основная тема. 2019 год насыщен юбилейными для города датами. В этом году у нас 75 лет освобождения Одессы, поэтому мы ждем очень большое празднование этого периода. В рамках этого пройдет международный фестиваль духовых оркестров. Мы ждем гостей из Турции, Бельгии, Болгарии. Мы можем говорить о том, что этот год также будет проходить под знаменами столетия Одесской киностудии. И в этом году 225 лет нашему городу. Также в этом году, помимо уже существующих, появятся новые необычные проекты. Мы ожидаем еще создания, я думаю, внедрения такого проекта, как «Великие люди великому городу». Мы будем ждать здесь звезд мировой культуры, политики, подписания очень серьезных меморандумов и соглашений, одно из которых тоже готовится в рамках международной туристической недели. Большое количество гостей, большое количество выездов с целью установки, например, нашего якоря сердца. То есть застолбить тему и имя Одессы на других регионах, на других территориях. Одни памятники страдают от того, что к ним приковано пристальное внимание одесситов и гостей города, стремящихся сделать селфи. Другие – из-за материала, из которого они изготовлены. Неоднократно охотники за цветными металлами похищали трость у бронзового Пушкина, розу у подножья изваяния Веры Холодной, а таман Головатый в Старобазарном сквере уже несколько лет восседает на коне без стремян. Центр города Стара Одесса всегда покоривала сердца многих людей. Сегодня уникальный архитектурный комплекс Старой Одессы втрачает свои складови с разных на то причин. Что делать, чтобы искоренить вандализм? С таким вопросом мы обратились к одесситам. Для начала нужно, думаю, поставить табличку, что не можно подходить. Доброе фотографироваться – это так. Або угороду, будь-яку. Тобто, что бы, не знаю, не залазить, например, на то же самое коня. Скорее люди, но я думаю, что нужно какое-нибудь ограждение сделать от людей, потому что дети залазят на памятники, на коня. Я считаю, что это все дело менталитета. Штрафы здесь не помогут, полиция тоже. То есть у нас такой народ, ты с этим ничего не поделаешь. Возможно, все дело в поколениях. То есть нужно все менять с корня. Если люди будут лучше относиться к своей стране, к городу, к своей культуре, в первую очередь, то все это попадет. Местными силами это только полиция, чтобы она работала. Во-первых, надо поставить камеры. Нет, вы понимаете, полиция тут вовсе ни при чем. Там стоит одна охрана и там возле перекрестка. Тут только камер не хватает, если честно. Но главное, говорят одесситы, необходимо повышать уровень культуры, причем с самого детства. В первую очередь, залог воспитания ребенка – это родители. Как родители его воспитывают, какой у родителей самих уровень, так скажем, уровень культуры и вообще восприятия мира. Вихование – это, на самом деле, зависит от родителей, а потом уже, например, в школе – это очень важное вопрос, как вихование. Современный темп жизни диктует условия и традиционному искусству. Одесские театры постоянно обновляют репертуар. В каждом театральном сезоне десятки новых спектаклей собирают тысячи зрителей. Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени Василя Василько накануне Нового года представил мюзикл «Канатопская ведьма», а уже в марте состоится премьера торги фарса «Энеида-21». Об этом и в других спектаклях нынешнего сезона директор и художественный руководитель театра Юлия Пивоварова расскажет после новостей в программе «Тема дня». Мы начали над ней работать еще влитку, еще в липні мы проводили репетиции. Режиссером этой выставы – Макс Голенко, это тоже один из самых известных украинских режиссеров. Есть такой киевский театральный рахунок, и как раз в этом киевском театральном рахунке как раз представлены все режиссеры, которые або уже працювали, або працюют, або мают намер в ближчие часы працювать с нашим театром. Это Иван Уривский, это Макс Голенко и это Тамара Трунова. Я надеюсь, что эти події, которые происходят в Киеве в театре на Левом Березе, его ученик стал стаж Жирков, который поставлен у нас влитку. Она его любила, он стал директором, художником, а Тамара стала главным режиссером этого театра. И я все-таки надеюсь, что наши планы, они залишатся такими самыми, как мы обговорили с Тамарой, она приедет к нам в серпе и начнет ставить выставы. И в завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. В последние месяцы стоимость бензина и сжиженного газа несколько снизилась, что не может не радовать автомобилистов. Что будет дальше с ценами на топливо, прогноз эксперта. В последние недели автомобилисты могли заметить достаточно серьезное снижение цен на сжиженный нефтяной газ, который сейчас является одним из самых популярных видов моторного топлива. За последний месяц это снижение составило порядка 16-18% в зависимости от сети, то есть это порядка 2 гривен на литре. Естественно, что это очень приятное известие для автомобилистов. К сожалению, оно пока что вызвано исключительно сезонными причинами, поскольку традиционно в зимние месяцы спрос на сжиженный нефтяной газ ниже, так как он считается летним топливом. Поэтому для того, чтобы каким-то образом стимулировать спрос в межсезонье, естественно, трейдеры сделали все для того, чтобы вернуть автомобилистов на заправки, которые предлагают ПБА. «Афганистан болит в моей душе». Эту фразу из популярной когда-то песни помнят далеко не все, но для тех, кто прошел Афганистан, она наверняка актуальна всегда, даже по прошествии 30 лет после вывода советских войск из этой страны. В преддверии памятной даты одесские ветераны собрались на мемориале 411 батареи. Возле памятника воинам-афганцам представители организации Союза ветеранов Киевского района провели субботник и почтили память тех, кто погиб в этой страшной войне. «Афганистан – это проверка, это экзамен, это память, это боль. Если из боевых таких вот событий, то после ночной атаки на нашу позицию прилетел снаряд от РПГ. То есть были контуженные, ночью никто не покинул позицию, сражались до последнего. А утром, когда бой утих, значит, утром пришел командир и спросил. В принципе, все были сильно контужены, слабо контужены, контузия накрыла всех. Он спросил, у кого есть желание полететь в госпиталь. Ни один не улетел. Все остались до конца операции». Ветераны Афганистана и сегодня встречаются при любой возможности, хотя в силу разных обстоятельств это удается не так часто, как хотелось бы. Но нередко общаются по скайпу, иногда ночи напролет, вызывая удивление тех, кто не может по-настоящему понять значение слов «боевое братство». «А что можно было всю ночь разговаривать? По компьютеру с кем-то вы связываетесь?» «Понимаешь, мы с парнем один год и один месяц в одном спальном мешке спали, один кусок хлеба ели, консервы ели на двоих. И у нас очень много воспоминаний». Нынешний год для Одессы юбилейный. Город отметит 225-летие со дня основания, 75 лет со дня освобождения от фашистов и еще ряд знаменательных дат. О предстоящих фестивалях, праздниках и форумах рассказали в ходе пресс-конференции. «В этом году у нас 75 лет освобождения Одессы, поэтому мы ждем очень большое празднование этого периода. В рамках этого пройдет международный фестиваль духовых оркестров. Мы ждем гостей из Турции, Бельгии, Болгарии. Мы можем говорить о том, что этот год также будет проходить под знаменами столетия Одесской киностудии. И в этом году 225 лет нашему городу». Обо всех этих и других важных событий огня мы расскажем в наших следующих выпусках.